Привет, друзья! Мы собираемся в путь, в поезд. Вы это видео будете, я думаю, смотреть 4 или даже 5 мая 2021 года. У меня вот уже чемоданчик один собран. Саши привез яблоки, бананы, манго в поезд. Вот, готовимся. И я хотела вам кое-что показать. Мне написала Наталья Кошелева комментарий. Понимаю вашу маму, посмотрела новости и ужаснулась, что происходит в Индии. Сказать честно, мне вчера зрительница прислала одно видео. Я тоже ужаснулась, что происходит в Индии. Вот это, что на самом деле в Индии. Правда, от жительницы. И, в общем, сейчас все обсуждают интервью одного молодого человека казахстанскому каналу. Сейчас я вам это покажу. Пребывание в Турции. Нургалий Карабаев, информбюро Алматы. Информбюро 31. Самую страшную вспышку коронавируса в мире переживает Индия. За сутки там выявили больше 350 тысяч новых случаев заражения. В больницах не хватает мест, лекарств и кислорода. Люди массово умирают. В крематории тоже не справляются. Погибших сжигают прямо на улицах. В ужасе, который творится в Индии, нам рассказал турист из России. Давайте послушаем. Вот у нас очень жарко. 38. По этой реке обычно очень много трупов сейчас. Прямо как тысячи трупов. И даже не хватает. Нормально, да? Тысячи трупов плывет. Тысячи по реке. Причем отмечен город Гакарна. Это рядом с Гуа. И он настолько сам маленький, что не могут там плыть тысячи трупов. Хватает дров, чтобы их сжигать. И по ночам... Сейчас не видно. А по ночам плывут тысячи трупов. А так нет. Они проплывают. Я вообще в таком шоке. Я говорю, конечно, если эта мама посмотрит, как здесь плывут мимо нас тысячи трупов, то моя мама действительно будет... Я не готов возвращаться в Казахстан. В общем, готов умереть там. Вы можете сами посмотреть, или это информбюро с девятой минуты. Я думаю, может быть, он просто шутит, этот молодой человек. Хотя какие тут могут быть шутки, но как можно вообще вот это вот серьезно говорить. Вот сидит он на берегу, и плывут тысячи трупов. Но сейчас их нет. А ночью они поднимаются, наверное, и дальше плывут. Я сестре пишу, вот, ну, все это показала. Говорю, Наталья, скажи маме, что этого нету. Она пишет, а мне понравился мастер Рэм. А я, кстати, я не видела этот канал, но я открыла, и мне тоже очень понравился, дорогие друзья. Пожалуйста, вот посмотрите последнее его видео. Видео Индии сейчас, Вася высылает дрова, крематории не справляются. Услышав такие новости, я сразу же метнулся на наш деревенский бёрнинг-плейс. И что же, закрыто. Вот очень-очень осознанный молодой человек, и он объехал в Гуа. Через 10 минут я достиг другого крематория соседней деревеньки побольше. Несколько крематориев и бёрнинг-плейсов. В Мапусу поехал, в Панаджи. Посмотрите, вот настолько мне нравятся такие души, которые действительно осознанные, которые несут мир, осознанность, порядок, спокойствие. Не паникуют, предотвращают панику других людей, которые испуганы, которые не знают правды. После сезона с поломанными стульями и со старым умывальником, и сказать, что вот здесь мы и живём. Сюда загнали всех белых, которые не умерли. Это вот он обсуждает того молодого человека. Обычные реки сказать, здесь на самом деле сотня трупов, но мы их не видим. Но они есть. И всё это показать на ведущих телеканалах страны. Теперь, граждане, вы понимаете, почему вы вакцинируетесь и продолжаете болеть. Во всём виноват новый индийский штамп. Ну вы же сами видели. Ну то есть не видели, но слышали. Там же человек сказал, сотни, тысячи трупов. Не справляемся, дров не хватает. Получился непростой. Мы посещали такие тяжёлые, неоднозначные места. И они заставляют задуматься о временности нашего пребывания здесь. Поэтому находите время остановиться, посмотреть на красоту. Будьте внимательны к тому, какую информацию вы потребляете. Очень, очень, очень мудрый молодой человек. И я присоединяюсь к его словам. Будьте внимательны к информации, которую вы потребляете. Это та же пища. Это более чем пища. Это тонкая духовная пища. Дорогие друзья, пожалуйста, анализируйте хотя бы. Хоть немножко анализируйте. Не слушайте каждого. Я иногда читаю какие-то комментарии. Да ладно, а я вот про неё там, про кого-то там, вот такое прочитала. Не, всё, теперь я её не люблю. Проанализируйте тоже. Ну, вернее, конечно, можете тут же сразу быстро и не любить, прочитав, что она съела котёнка. Вот про меня так писали, что я стала кормить битыми стёклами собачек. Кто-то написал ей, правда, потом ответили, что на вас могут подать в суд за клевету. И она это удалила, по-моему. Но писать же можно всё, что угодно. Бумага стерпит, интернет стерпит, канал стерпит. Вот, большое моё уважение. Я буквально позавчера отписалась. Я обнаружила, что я как-то так за 5 лет, я наподписывалась, наверное, на 500 каналов. И почти от всех отписалась, которые я просто не помню. Есть какие-то, которые я всегда наблюдаю, смотрю. Те я оставила. И вчера я с удовольствием подписалась на канал Мастера Рэма. Спасибо большое за такой вот нормальный, спокойный, адекватный обзор дел в Индии и в Гуа. Я вчера, кстати, мужу показала, этого молодого человека. Показала и говорю, ты представляешь, говорю, что у него в Гакарне тысячи трупов по ночам плывут, утром прячутся. А он говорит, ну, ты знаешь, говорит, а я не знаю, говорит, может быть, какие-то употребляет вещества человек, и они у него действительно плывут. Кто его знает, ему, может быть, кажется, что они плывут. Ну, или опять же такая вот у него точка зрения. Как можно послать новостные каналы вот это? Как новостным каналам можно не сравнить какие-то, не переспросить кого-то, я не знаю. Вот, мне понравилась здесь комментария Гаррика и Лулу, наши друзья. Вот это прикол. Парень, малорик, тролль 80-го уровня. Ну и, конечно, все, большинство комментариев. Отстаньте от Индии, хватит пугать наших родных. Они нас смотрятся в ваших новостях, а потом спать не могут. Думают, что мы все, как этот купленный человек с дредами. Поддерживание, поддерживание. Я даже не думаю, что ему заплатили. Вот пишет тоже комментатор. Вранье, это про Индию. Я в 200 километрах от этого места, все спокойно и прекрасно. А ему заплатили денег, только сегодня продолжение о ролике в группе видела. Заплатили за муть голубую. Даже вот не уверена, что заплатили. Вот тоже я такой комментарий поддерживаю. Только что об этом говорила. Люди, вы чего, журналисты? Хотя бы иногда проверяйте информацию. Парнишка с дредами просто прикалывался. Трупы там и так тысячи лет сжигают на улице, но вы даете. Сейчас я вам дам послушать, посмотреть этот ролик. Это тоже об этом ролике. Екатерина Коваленко. Такого нету, дорогие друзья. Такого нету. Люди, которые живут здесь, в Индии, русские, говорят, нету такого. Как выдержаться от смеха? Здесь, на побереге, на правом, там бывает, в плане, чтобы не видел. Они ночью. А днем, Таня, куда деваются? Никого не могу сжечь. Робинзон Крузо. А где все иностранцы-то? Иностранцы, он сказал, умерли. Это вообще заброшенное место, пляж заброшенный. Иностранцы убежали, либо умерли. Иностранцы, иностранцы, либо убежали, либо умерли. Вы посмотрите, где вот этого зомби вообще нашли. Как его вообще, новостные каналы, откопали. Я вообще в шоке. Я так ржала с утра. Ну, просто этот парень сделал мой день. Реально. Пляж, нормальная, чистая река. Вы видели? Прекрасно. Далее, я вам скину ссылочку ниже на вот этот новостной канал. Под видео она будет. Плюс еще один парень, который живет на Гуа. У него тоже есть свой канал. Он сделал опровержение. Это вот она как раз про мастера Рема говорит. Там тоже включен вот этот сюжет в его видео. И он все опровергает. Он ездит специально там по крематориям. Он ездит специально там по пляжам. По Гуа. По разным местам. И показывает, как оно есть сейчас на самом деле. Так что, ребят, не вертся никогда новостям. Не верьте телевизору. И вообще, выключите телевизор и не смотрите его. Всем хорошего дня. Удачи. Все хорошо.